У нас в гостях уже известный вам фуд-блогер и музыкальный блогер Надежда Ивановна Скулова. Здравствуйте, Надежда Ивановна. Мы с вами ежегодно встречаемся. Тема у нас, несомненно, актуальная именно в этом сезоне, который у нас сейчас происходит. Я думаю, что люди, у которых есть огород, уже собрали не одно ведро огурцов. Правильно? Да, я думаю. Они же пойдут, так уже и насолят, уже не знают, кому раздавать. Это правда. И у нас тоже дома огурцы уже копятся, копятся и не успевают съедаться. Мы сегодня хотели бы поговорить о именно заготовках на зиму. Вот мы видим, баночки вот эти стоят. Это прошлый год или этот? Нет. Это уже свеженький. Уже свежак. Конечно. Вот фирменные рецепты у каждого свои. Кто что добавляет? Вот мы бы хотели сейчас с Надеждой Ивановной разобраться, что лежит на столе, какие травы можно добавить именно вот в такие, ну, назовем их маринады, да, наверное, и засолочные рассолы, чтобы было повкуснее, поинтереснее и не так, как обычно. Вот вы знаете, и вот кто-то добавляет только чеснок и укропчик. Тоже вкусно. Вот у меня вот здесь вот чеснок и укропчик. Здесь уже я добавила, значит, хрен. Это как дубильные вещества. Я вообще еще принесла, значит, вишни, листочки вишни прямо. Все помытое, все обязательно. А вишню зачем добавлять? Что она? Ну, ну, тоже как вот, как дубильная вот она, если нет там хрена. А вот смородинка для аромата, вот вы знаете, это такая прелесть. Даже вот перебивает, как, ну, чеснок ничем не перебьешь. Ну, а перебивает, вот такой аромат дает, прямо вот он старый. А можно ли чеснок не добавлять? Поднесите, а? А можно ли чеснок не добавлять тогда? Ну, нет, ну, чеснок он... Куда без чеснока? Смородина. Как без чеснока никак? Не, без чеснока никак. Смородину, кстати, она такая универсальная. Ее и в чай можно заваривать. Ее и некоторые в банные веники добавляют вместе с березовыми веточками. Тогда тоже и в бане аромат вот этот смородиновый дается. Ну, вот какое количество добавить на банку? Ну, по два листочка. Можно вниз, потом еще сверху, когда есть свободное место, сразу укладываешь. И да, вот можно туда сразу. Давай, положим. Давай я нюхать собрала. А, ты нюхаешь все. Тогда нет, а понюханный нам нюхать. А, все, ну да, да. Северный, чистенький. Все, парочку листов добавили. Теперь вот надо обязательно, чтобы были такие веточки постарше. Ну, у меня уже какие есть. И укладываем, чтобы носиками кверху. Можно обрезать. Это вообще по желанию. И я всегда вот так ровненько укладываю. Ой. Укладываю все. Ну, готовый вариант мы с вами видим, как они уложены в итоге. Меня всегда удивляло, потому что это тетрис своеобразный. Надо же подобрать огурец по размеру. Особенно последний огурец, который вот туда может попасть. Сначала крупные, естественно. Тут уже какие вот есть. Тут вот были, значит, более-менее. Радует только то, что огурцы, они там почти на 99% из воды состоят. И они как бы, некоторые поддаются. Раз и все. Но, Надеюсь, Дуанна, вот смотрите. Ведь всем же нравится, когда из банки достаешь огурец хрустящий. Как его вот распознать, вот пока еще он в таком свежем виде, что он будет потом хрустеть? Всегда надо сначала вымочить. Вот замочил кто-то, значит, сразу, может, кипятком в каком-то тазу или в кастрюле. Кипятком раз. И, значит, чтоб они скрывало. И готовить уже баночки. Потом вылил и уже в рассол готовишь рассол. На 4 литра воды, 2 стакана сахара и полстакана соли. Ну, сахара можно и не 2, немножко меньше. Кто-то не очень любит. Так, и обязательно туда, значит, ложишь этот... Перец горошком. Перчик, да. Соль именно крупную надо, вот соль. И что это еще? Уксус? Уксус. Уксус надо будет. Эссенцию, вот именно уксусную эссенцию надо. Сколько у вас процентов здесь? 70%. 70%, да. Вот, именно. Если меньше положишь, вот пусть не обижает все, почему он темнеет, все, не хватает. Вот чуть-чуть не хватит кислинки, все, он уже, если быстро не унесешь там в подвал или в холодильнике, еще нормально. А так надо, хоть и дома будут стоять, с ними ничего не будет. И если не соблюдать вот так вот, то это неправильно. Ну, и здесь стерильность важна очень, да? Обязательно. А ядок всегда уложу, потом кипятком, значит, по самые-по самые края кипятком, постоит, я потом сливаю, а рассол у меня уже отдельно. И чеснок я потом кладу, почему? Потому что я его в кружечке возьму, кипяточком раз, и потом уже кладу, что он уже ошпаренный. И потом в рассол вот прям до самого-до самого верха, чтобы аж по плечикам кикло. Крышечки отдельно кипят, и потом раз-раз так надо чувствовать, чтобы там раз. Поймать момент. Да, поймать момент, немножко не докрутил, все перевернуто даже будет стоять, ничего, снимаешь, ну вот так вверх, это уже воздух попался. Понятно. Вот с хреном давайте разберемся, как его. Хрен, я тоже, я его на низ кладу, хрен везде, это же дубильно, вот они хрустят от чего-то. Вот, от хрена. Хрена. Конечно, конечно. А сколько это времени занимает у вас? Ну то есть, это процесс такой, щепетильный. А вы знаете, это надо заранее. Самое главное, чтобы заранее были банки и крышки. И не жалеть денег, крышки должны быть все время новые. Потому что тут и не видно, вроде она и красивая, и все, а если там кто-то ее открывал, зацепил, все. Воздух. Да, а я вас сейчас научу, как открывать огурцы. Как? Давайте. Вот крышка. О, это вообще вечная проблема. Вот смотрите, откройте. Никак, да? Вот так вот раз, поставьте ее. Покатать чуть-чуть? Да, и она пшшшш. Ой, уже побежала. Уже побежала, открылась. Продолжен, вы можете нам сказать, сколько лет назад вы первую свою банку в жизни огурцов закатали? О, вот это вопрос, Антон. Ну, еще мама была. Ну, мы тогда не в банках, редко солили. Все это в бочках. У нас подвал хороший был там. Вот, а так... Сколько лет опыта у вас в этом деле? Ну, лет 40 точно. 40? Ну так... Ну, сам, ты попробуй этот огурец. Какой? С ума сойдешь. С ума сойти? Вот этот маленький возьму. Ну, и он не маленький. Я все равно вам представляю. Четок не маленький. Надежда Ивановна, мы хотели бы напомнить всем нашим зрителям, потому что многие у нас являются постоянными. И вас помнят, что вы не только нам показываете и рассказываете разные лайфхаки по домашним заготовкам, но еще и занимаетесь творчеством, правда же? Как у вас называется ансамбль, напомните? Ансамбль... Огурчики? Ансамбль песни Енисейская мозаика. И, кстати, у нас вот через 14-го, через пару дней будет у руководителя юбилейная дата. Вот. Кузнецов Александр Николаевич, мы поздравляем вас искренне с наступающим вашим юбилеем. И маленькие две строчки можно? Ну, Жанна, конечно, конечно. Переведи стрелки часов назад, пусть не спешат, пусть они не летят. Как бы взглянуть тайком, хоть бы одним глазком. Там, где туман, там, где река и облака. С днем рождения, мы вас очень все любим. Вот все абсолютно, у нас только молодежи, таких, как я осталось, всего пять человек. Остальные все молодые девушки и парни. Так что... Мы вас тоже поздравляем, присоединяемся от всего коллектива программы «Новое утро» на ТВК. Ну и знайте, что на день рождения у вас будут классные подарки, возможно. Да, спасибо вам большое. Вам удачных солений, удачных зимних заготовок. Надеюсь, что сейчас будете уже применять какие-то новенькие фишки, добавлять листочки смородины, хрена, вишни. В общем, экспериментируйте, у вас обязательно все получится. Да, на 4 литра воды, 2 стакана сахара, полстакана соли и 5 столовых ложек уксуса, уксусной эссенции. И, ну, естественно, в рассоле уксус добавляется в конце, в рассоле там, чтобы был перчик, обязательно. И чеснок. Спасибо. Главное, чтобы огурчики были хрустященькие у вас, уверены. И научитесь открывать. Так раз-раз покатал, и все, никакой открывания не надо. Мы получимся. Давайте поехали. Поехали. Раз, два, три, хоп.